МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем нашим маленьким телезрителям. У нас в гостях театр на крыше и актеры, которые представляют новый спектакль Кошмарики. Сейчас они вам расскажут о нем Ася Мальванова и Алексей Попов. Здравствуйте. Что за спектакль Кошмарики? Страшно будет? Нет. Как оказалось, детей не напугаешь нынешних. У нас просто была репетиция. Какая возрастная категория? От шести до четырнадцати. Хотя один двенадцатилетний подошел после спектакля и сказал, что страшновато у вас. Хотя мы не ожидали, что двенадцатилетний напугается. Сейчас детей ничем не напугаешь. На самом деле они уже оно пересмотрели все в 10 лет. Надо удивлять. То есть уже была премьера или это такая фокус-группа была? Вот, правильно, да. Открытая репетиция, аван-премьера. Мы решили проверить, если что, подобрать ужас. А оказалось, что им не хватает, наоборот. Они не пугаются совсем. Давайте о сюжете... Боялись больше вы напугать. О сюжете давайте расскажем. То есть на основе чего спектакля? Есть такой писатель, прозаик, про Мишек, про Белочек. Валерий Роншин. Он живет в Санкт-Петербурге. Мы взяли за основу его книгу «Кошмарики». Он пишет. Это что-то наподобие Остера, который вредные советы пишет. Только это страшные истории, которые перекладываются на современную жизнь. И с небольшим преувеличением. Но они веселые, даже жанр такой. Жутко веселые, ужасно интересные истории. Общеизвестные есть там? Общеизвестных нет. Они выдуманные совершенно. Это все ваново, да. Есть просто бабушка. Вот это у нас такая. Она выпивает. Там есть рассказ. Черное молоко называется. Бабушка пьет черное молоко и превращается в страшного монстра. Это вот и руки ее. Это как Билли Алиш в клипе. Да, и глаз выпал случайно. Случайно. Бывает молоко. Это самое страшное. Не по-моему, на срок годности молока бывает. И вот это же самое случается. У нас есть четвертый Б, которого Лев Львович съедает. Он просто ведет урок литературы, потому что в школе учителей не хватает. Поэтому Льва приняли в школу. Это актуальная тема, как мне кажется. Поэтому он съедает детей. То есть это несколько разных историй. Да. Там семь рассказов. Семь рассказов, сплетенных воедино. Они связаны между собой? Они связаны тем, что мы персонажи, кошмарики. Это мы. Это юные такие дарования, которые хотят стать большими ужасами и тренируются. Ну, они неудачные, кошмарики. Не совсем удачные, к сожалению. И юмористический, получается, немножко спектакль. Да, да, конечно. Они больше смеются на этом спектакле. Это хорошо. Можно назвать страшный яролаж, наверное, вот ближе к жанру такому. Девчонки и мальчишки, а также к родителям. Это что такое? Да. Это джинсовая. Это шляпа. Вообще это шляпа. Шляпа, да, понятно. Да, это вот такое головной ухор. Можно выпримерить. А родители, вот отзыв был от родителей такой, что им напомнило их детство, когда они в комнате выключали свет, под одеялом с фонариком рассказывали истории. Ну да. Вот что-то навеяло. Хотелось создать такую обстановку более камерной. Да, у нас нету театрального света, у нас только вот две вспышки, и вот, собственно, домик светится, тут не видно. Как часто эта постановка будет доступна нашим зрителям красноярским? Это вот такая редкая постановка. Ну, хочется сделать это на постоянной основе. Мы даже программки в первый раз в театре на крыше сделали, чтобы были настоящие детям. Интересно, чтобы было. Сами лепим. Ну, если это детский спектакль, то он же и по времени чуть короче, чем классические взрослые. 55 минут в среднем. Без антракта, да? В зависит от реакции детей. При звонка будет? Это идеально. Будет. 55 минут для детей. Они как раз вот успевают выдержать. Ну да, они больше уже скучно ерзать, уже начинают и не выдерживают. Хотим, конечно, как можно чаще. Из семи историй, которые будут рассказаны, какая вот, на ваш взгляд, самая-самая жуткая? Для меня, вот у меня есть любимая история. Там есть такая, такой персонаж Мявченька, это девочка, которая страшна. Она в мусоропровод понесла мусор выносить. И упала сама. И исчезла. Нет, ее там поманил страшный голос. Ну, то есть у нас есть... Что-то похоже на теперь с ним живет, клоуна из... Чуть-чуть, да. Водосток. Да-да-да. Там есть мораль. Хочешь поиграть? Сколько Мявченик не удерживай, они все равно в мусоропровод лезут. Ну, к сожалению, вот такая реальность. Как бы ни манили, не лезьте. А вот если бы она сортировала мусор и выносила в нужные контейнеры и в сетки, то этого бы не случилось. Заходите в группу ВКонтакте «Театр на крыше», узнавайте все подробности о спектакле «Кошмарики». Да. И наслаждайтесь. Главное, ничего не бойтесь, это все выдумки. Спасибо вам огромное. Мне кажется, даже по реквизиту понятно, что будет интересно даже взрослым. Да, еще раз напомним. Ася Маливанова и Алексей Попов, актеры театра «Пушкин», театра «На крыше», режиссеры и актеры спектакля были у нас. Говорим им большое спасибо и продолжаем программу.